Это приведет к тому, что мы прямую столкнемся с НАТО. А сейчас мы в кривую сталкиваемся с НАТО. Псков, это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украиной, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Много угроз и ни слова о работе хваленого российского ПВО. Так на атаку по Пскову отреагировал Владимир Соловьев и другие пропагандисты. В ночь на 30 августа беспилотники атаковали местный аэропорт Кресты. Я же сказала, это беспилотник. В окно-то подлетело, а оно выходит на 107-й дом. А там сначала просто дым был. И вот эти, как там называются такие, летели. В моменте, конечно, испугались. Начало немножечко потряхивать. Но потом, когда поняли, что все силы города съехались, чтобы обезопасить нас, то, в принципе, успокоились. Ну, это, ребята, страшно. Это страшно. И как-то даже не знаешь, как себя вести. А никак и не поведешь. Убегать куда-то, в лес, допустим. Как-то пока побежишь, ты тебя уже там грохнут. Да что бояться? Нам-то уже, мы уже туда готовимся. Все с алкологиями ходим. Так что нам, это знаешь, есть там время. Церковь завтра, послезавтра. Псков находится в 700 километрах от Украины. Так далеко от линии фронта боевые дроны еще не прилетали. В ходе атаки четыре военно-транспортных самолета Ил-76 получили повреждения. Эту цифру уже подтвердила украинская разведка. В аэропорту Пскова располагается 334-й военно-транспортный полк. Нихуя не успел спрятаться, я услышал вот эту хуя, блядь. Вот эту хуя, блядь. Это пизда. Нам сейчас известно, что четыре уничтожено и, как минимум, два еще повреждено. Но всего, по нашей информации, мы и по Google Maps еще всегда считали, еще в начале войны, что всего бортов военных приблизительно 20-22 находится на этом аэродроме. Там находились транспортные самолеты той самой Псковской дивизии ВДВ, которая теперь штурмовая, которая в том числе участвует в военных действиях на территории Украины. Ну и, естественно, так или иначе, эти самолеты могли участвовать в переброске не только военных, там или в десантировании их, а и в переброске грузов, что, конечно, лишает российскую армию некоторых возможностей в этом плане. Другая версия. Удар могли нанести по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк. Именно он участвовал в оккупации Бучи в 22-м году. До вот этой войны был, и у нас Псковская дивизия, которая находится, в общем-то, это одно из самых боеспособных соединений в российской армии. И поэтому основные нападения, допустим, на Киевскую область в 2022 году, это как раз за него отвечало и за северное направление вообще, отвечала Псковская дивизия. Что касается подразделений, я не думаю, что они могли находиться в этот момент на аэродроме. И вообще, если там они садятся в самолеты, это происходит очень быстро. Наверное, поймать вот этот момент и атаковать именно в это время тяжеловато было бы. Поэтому, мне кажется, все-таки это атака именно самолетов. И больше, как бы, такой показательный удар, чтобы подорвать авторитет российской армии, российского ПВО в очередной раз. Ну и показать возможности украинского оружия, по сути. О! Пиздец. По разным данным, аэропорт атаковали от 10 до 20 беспилотников. Их пытались сбить, в том числе и стрелкового оружия. Жители слышали автоматные очереди. Пока военные аналитики утверждают, что в России отвратительно работает система ПВО, псковичи размышляют над тем, как остановить эти атаки. Если в глобальном плане, то просто прекратить боевые действия и как-то урегулировать этот конфликт. А обезопасить, ну, технически только, если какими-то средствами ПВО. Закончить войну надо как-то, не знаю. Конфликт надо закончить просто с Украиной, вот и все. Между тем, Псков не единственный город, где этой ночью появились беспилотники. Так о взрывах сообщили жители Брянска. Один из сбитых дронов упал на завод «Кремний-Л». Он числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники. Если верить региональным властям, атаки беспилотников отразили в Орловской, Рязанской, Брянской и Калужской областях, а также в аннексированном Севастополе. Дроны летели и в Москву. Атакован Центральный федеральный округ, сообщает мэр Сергей Собянин. Один был сбит в русском районе Подмосковья. Очередное громкое событие сопровождалось привычным аккомпанементом – воем за твойнкоров и молчанием телепропаганды. Из обитателей телестудии только Владимир Соловьев нашел в себе силы для жесткой критики своих зрителей. В утренних новостях на первом тему проигнорировали. На «России-1» об этом рассказали лишь на десятой минуте с формулировками «пожар локализован». Зато куда охотнее на эту тему рассуждали телеграм-патриоты. Так старший Эдде призвал ударить по украинской инфраструктуре. Без мостов, без света, без канализации и без ГСМ воевать тяжелее, чем совсем вышеперечисленным. В ответ канал «Два майора» написал, что без военно-политического руководства противнику воевать будет еще хуже. Несмотря на все заявления российской верховной власти, к противостоянию со странами НАТО российская армия абсолютно не готова. Потому что вот мы видим аэродром в Пскове недалеко от стран НАТО. Он защищен абсолютно неудовлетворительно даже от вроде как несложных дронов. Непонятно, что было бы, если были бы ракеты, которые гораздо мощнее и быстрее. Или даже там, не знаю, какая-нибудь бомбардировка и так далее. Редактор субтитров А.Семкин